Очень приличный. Очень сильные британки приехали. Дженни Мидоуз здесь и Линдсей Шарт. Здесь и бронзовый призер чемпионата Европы Джоанна Йозвик из Польши. Анита Хенрикс-Доттер, которая совсем недавно, мы комментировали этот старт в Фраге, пробежала 2.00.49. И победила, кстати. И победила, да. Так что Селина Бюхель, естественно, звезда швейцарской лёгкой атлетики, рекордсменка этой страны. 1.57.95 она пробежала в прошлом году и стала рекордсменкой Швейцарии. Вот такой интересный очень забег. Ожидает нас сейчас беги на 800 метров. Правда, народу я посмотрел очень-очень много. Вообще, на каждой дорожке по два человека. Ну, я думаю... Вот. Анита Хенрикс-Доттер. Ну, ей выделили одну дорожку. Или нет, нет, 4.1, я смотрю. 11 человек, в общем, стартует в этом забеге. Для 800 метров, конечно, это многовато. Нет, всё равно я найду. Я думал, 4.1, 4.2 будет. Нет, нет, она ей одну выделит дорожку. Вот девушки стоят вдвоём. Да, вот интересная вот эта девушка, вот слева сейчас вам покажет, но Вазеланка, рыжая такая, универсиаду в прошлом году выиграла. Такая, может, у неё техника бега, в общем-то, может, такая, ну, не очень, да и сама она, может быть, не такая, может быть, ну, как сказать, талантливая. Но, в общем, такая работяга и всё-таки с двух минут имеет человека. Семь человек здесь имеют из двух минут, а остальные две минуты прям очень-очень близко. Вот Кристина Карри, только представитель Соединённых Штатов, но это вот звезда Селина Бюхель. Местная. Местная звезда, конечно, за неё будут болеть. Ну, а результат 1.57.95 – это высочайший результат в этом виде. Селина показала её в прошлом году, побила рекорд Санде Гёссер, который стоял с 1987 года. 1.58.90 был рекорд в Швейцарии до того, как Селина пробежала 1.57.95. Дженни Мидоу стартовала, стартует по первой дорожке. Она очень опытная спортсменка. Третья была на чемпионате мира в девятом году, третья была на чемпионате Европы в десятом году. В десятом же году была второй на чемпионате мира в Дохе в помещении. В общем, наверное, самая опытная спортсменка, но не будем сбрасывать со счетов, Линдси Шарп. Ещё одну представительницу в Великобритании, тоже чемпионка Европы, между прочим. Серебряная медалистка чемпионата Европы. В общем, одна из сильнейших бегуней Европы будет стартовать здесь. Пока Линдси Шарп, результат в этом году 1.59.03. И это лучший, между прочим, результат среди всех участниц этого забега. В Хельсинки она была победительницей с результатом 2.00.52. И второй она была в Цюрихе 1.58.80. Это я говорила всё про Линдси Шарп. Вот она высокая, блондиночка встаёт вперёд. Но вот пока я так подозреваю, что пейсмейкер бежит до представительницы Соединённых Штатов. Ну вот она очень рванула. Напомню, что Селина Бюхель была победительницей прошлого года. И первый круг, она пробежала, пейсмейкер тогда тоже пробежала за 56.70. А результат в прошлом году у Бюхель была 1.59.21. Здесь пейсмейкер бежит гораздо быстрее. Сейчас мы посмотрим, сколько будет 400 метров. Ну и куда бежит, спрашивайся. Она неопытная, вот пригласили её, да. Она вот облинула сейчас, а они 20 метров сзади бегут. Хотя бежит-то она не так и быстро. 59-34, да, наверняка ей такой результат заказали. Так что мы зря на неё наговаривали. Она бежит совсем не быстро, как раз вот на 2 минуты. Ну а куда вот эти сильные бегуни тогда в таком-то бегут? А девчонки не поддержали её. Зачем тогда заказывали, с другой стороны спрашивается, да? Ну да. Ну вот Бюхель пытается сейчас. Так, Дженни Медоуз, там вот самая маленькая в очках, это видно. Анита Хенриксдоттер, вот мне интересно, там тоже вот она внутри. Бюхель там тоже не будет. В тактические игры решили поиграть. Линдсей Шарп-то пока в самой лучшей позиции находилась. Хотя вот сейчас она выбирается, выбирается она вот здесь. Шарп здесь, за них Бюхель, смотрите, пытается 253-й номер выйти. Анита Хенриксдоттер может хорошо финишировать. Вот она в коробочке, в коробочке. И вот она по бровке, вот я не знаю, бежит, сейчас пытается. Сила-то есть, но уже поздно, наверное. Да, Линдсей Шарп выигрывает. Хенриксдоттер будет второй. 2-0-2-87. Не побежали девчонки почему-то за пейсмейкером, хотя на американку мы зря наговаривали, 59-34 она начала первый круг, это абсолютно нормальный результат для вот этих девчонок. В чем? То, что ей заказали, скажем, она это сделала, но польза от какой? Все-таки вот как вот, скажем, у нас вот Ольга Канягина в свое время, один из лучших там пейсмейкеров в мире, она в таких случаях чуть-чуть сбавляла. Когда ее догоняли, начинала постепенно добавлять. Сергей, ну Ольга Канягина не 800 метров водила, начнем с этого. А здесь куда сбавлять? Какая разница? Всего два круга бежать. Не, ну оказывается. А пробежит она за 62 секунды, оглянется, а ей потом скажут, ты чего сделал-то, красавица? Нет, ну хорошо. А что толку от того, что она бежала? Пробежала 59 и выполнила клуб? Ну, мне кажется, что она как раз делала вот сейчас, она сделала все правильно, потому что ей заказали там на 59 секунд, она свои 59 секунд пробежала. Она же не пробежала 55 секунд, как мы изначально подумали, что она бежит с очень высокой скоростью. Она абсолютно нормальная, у нее был первый круг, а то, что они за ней не побежали, это уже, наверное, их проблемы, потому что пейсмейкер бежит по результату, который ему заказывают. Другое дело, если ты бежишь там 5000 метров, и ты видишь, они отстали, да, там можно как-то поиграть скоростью. А на 800 метрах, где там играть-то, два круга? Со мной многие могут не согласиться, кстати, это мое личное мнение сразу скажу. Я его никому не навязываю. Ну вот они и пробежали, представляете, у них, если у лидера было 59-34, у них где-то было 62 секунды. Ну вот они второй круг пробежали за минуту, быстрее гораздо. Ну а классика жанра, когда первый круг у тебя побыстрее, а второй чуть помедленнее. Устали, девчонки, конечно, устали, потому что второй круг быстрее, первый всегда бежать тяжелее. Всегда полегче, когда быстро начинаешь, а потом чуть слабее второй круг ты пытаешься поддерживать. Это скоро Селин Бюхель, к сожалению, вот на ваших экранах сейчас была, не смогла повторить прошлогодний успех. Но тогда я еще раз повторю, начало было 56-70, а сейчас первый круг был 59-34. На три секунды слабее. Анита Хенрикс-Доттер довольна, потому что все-таки в такой кампании она обыграла и Дженни Мидоуз, и Селин Бюхель. Так что проиграла только Линдсей Шарф, что для нее, для молодой девчонки, очень-очень неплохо. Мы о ней много уже говорили, 96-го года рождения, она ей всего 20 лет, такая восходящая звезда из Исландии. Она выигрывала все соревнования в своей возрастной категории, показывала очень высокие результаты. Ну вот совсем близка она была в Праге к выбеганию, скажем так, из двух минут. Это уже такой рубеж, очень важный для тех, кто бегает 800 метров. Где 0049 она там пробежала, бежала очень здорово, очень быстро начала. Вот сейчас решила начать в общей группе. А если бы побежала...